приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке 28 февраля начинается масленица это один наверное самых любимых в народе праздников как встретить и провести масленицу согласно народным традициям что делать чего лучше избегать в это время на какие народные приметы на масленицу стоит обратить внимание далее друзья все в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца вы знаете масленица это праздник который символизирует окончание зимы и приход весны как известно православной масленицы нет фиксированной даты и она зависит от самого главного христианского праздника от пасхи конечно же масленица имеет и другие названия это и сырная седмица масляная неделя даже колодий и само название говорит за себя что в масляной неделю принято употреблять в пищу сыр масло молоко творог и другие молочные продукты а вот от мяса накануне великого поста все-таки желательно воздержаться вы знаете масленица это древний христианский праздник праздник проводов зимы и встречи долгожданной весны предвкушение скорого тепла и оживание природы до христи и в дохристианские времена этот праздник был приурочен к весеннему равноденствию своими корнями масленица уходит во времена язычества и черпает оттуда многие интересные традиции и веселые народные ритуалы например неизменный атрибут масленицы это румяные горячие аппетитные круглые блины которые символизируют собой ясное солнышко такое же румяное и жаркое масленица всегда сопровождаются шумными народными гуляниями веселыми песнями танцами играми катаниями ярмарками сытными угощениями а также приготовления блинов и вареников главные атрибуты масленицы это вкусные блины проводы зимы и массовые гуляния конечно же существует во время недели веселья перед великом постом и некоторые запреты к примеру на масленицу запрещено есть мясо ни в коем случае нельзя пьянствовать нужно избегать опасных игр и нельзя грустить и вы знаете каждый день масленица отличается своими народными приметами и обрядами масленица празднуется в течение целой недели и каждый день имеет свой символизм и свои традиции и так понедельник это встречи и начало узкой масленицы в первый день масленицы по традиции нужно сжечь первый из извините испечь первый блин не жалея на него тесто и начинки чем жирнее и вкуснее он по вкуснее он получится тем удачнее будет вся следующая неделя а хозяева считалось будет жить сыто в течение всего года не будут знать трудностей далее наступал нас вторник и вторник народе назывался заигрыши в этот день молодежь собиралась компании парни и девушки знакомились друг с другом и подыскивали себе пару считалось что если молодые познакомились на сырной неделе то уже красные горки мол можно будет сыграть свадьбу далее среда и среда называлась лакомкой в этот день есть традиция ходить в гости к теще которая должна угостить гостей блинами народе считалось что от того сколько блинов напечет теща зависит ее отношения к зятью если же блинов будет много и они будут еще и вкусными то супруги будут жить в счастье и гармонии много лет далее наступал четверг и в четверг этот день назывался разгулом и началом уже широкой масленицы этот день обычно посвящали развлечениям молодежь каталась на санках пела веселые песни водила хороводы если в этот день и своя народная примета чей ребенок дальше скатится с горки или выше взлетит на качелях у той семьи будет лучший урожай далее наступала пятница и называлась пятница тещиной вечеринки в пятницу наоборот еще должна была прийти в гости к зятю при этом уже взять тоже был вкусно угостить мать своей жены блинами выражая к ней уважение и благосклонное отношение далее наступала суббота суббота называлась заловье посиделки суббота основная забота об угощении гостей ложилась на плечи жены молодая невестка должна была собрать родственников при этом как своих так и со стороны мужа и угостить их разными вкусностями незамужние девушки в этот день гадали насуженного молодежи также еще разрешалось веселиться ведь суббота предшествовала пасхальному посту во время которого нужно воздерживаться от веселья и удовольствий далее наступало воскресенье воскресенье были проводы это был последний день масленицы в этот день праздничные гуляния полностью завершались люди начинали готовиться к великому посту с его строгими ограничениями на площадях сжигали чучело бабки зимы что означало окончание этого времени года с этим обрядом связана довольно страшная народная примета если не успеешь хотя бы краем глаза увидеть чучело вскоре можешь за маль заболеть и умереть а пепел от сожженного чучела нужно было обязательно развеять над полем в противном случае это могло стать причиной неурожая и летней засухи вы знаете у таких гуляний было несколько целей во-первых наестся и нагуляться вдоволь перед постом во вторых найти себе половинку если ты не замужем но и в третьих отдохнуть от семейной жизни если таковая имеется но конечно же завершался праздник обрядовым сжиганием чучело масленицы а вместе с ним символическим прощанием со старым и сжившим себя годом и освобождение места для пришедшей весны и обновления конечно же масленичную неделю были и свои запреты наши предки знали чего нельзя было делать масленицу конечно вы надо воздержаться от споров скандалов и проявления негатива по отношению друг к другу дара масленица завершается прощенное воскресенье в которое положено прощать обиды друг друга так все же что же нельзя делать на масленицу православие масленичную неделю называют еще сырной седмицей во время которое людям нужно подготовить организму сорокадневному посту поэтому на масленицу нельзя есть мясо и блюдо с ним заменить его могут яйца сыр и молоко нельзя накрывать было и на масленицу бедный стол и не звать гостей бытует поверье что чем больше блинов тем богаче семья будет жить целый год конечно же в это время запрещалось резать блины ножом народные приметы гласят что это может привести к беде конечно же у наших предков были и особые приметы на масленицу если хозяйка выпекает пышные аппетитные блины то целый год будет плодотворным для всего семейства во время праздника стоит забыть пословицу первый блин комом наоборот он должен быть пропеченным и румяным тогда вся семья будет здорово целый год а прилипшие к сковороде блины знаете так неприятностям а сыр и к трудным временам если на масленицу очень холодно то лето не будет жарким если последний день праздничной недели плохая погода то весна выдастся теплой и ясной также девушки могли погадать при помощи первого блина его нужно было вынести на улицу угостить первого встречного имя пряху прохожего будет носить и будущий суженым конечно же наши предки были уверены что чем больше блинов приготовит хозяйка на праздничной неделе тем лучше будет урожай и материальное положение семьи до конца календарного года если блины получаются ровными красивыми ароматными это предвещало удачу и радость а подгоревшие неровные сулят неприятности на праздник было принято приглашать друзей родственников и накрывать для них богатый стол если же поскупится то год может принести определенные ссоры и скандалы также убираться в доме можно было только в первые дни недели это был в понедельник вторник и среда вы можете разобрать старые вещи избавиться от ненужных тогда наши предки считали что придут в дом новые обновки не менее тщательную уборку нужно провести в душе попытайтесь простить все те обиды которые вам принесли и нанесли ваше сердце тогда жизнь до конца года будет ясной и безоблачной отметим что масляничная неделя в 2022 году на выпадает с 28 февраля 2022 года и продлится друзья до 6 марта этого же года и предваряет конечно же великому посту а вот такая друзья нас ожидает масляничная неделя поэтому используйте это время себя во благо обязательно постарайтесь испечь вкусные блины пригостить гостей поговорить о хороших новостях о хороших делах которые вас в жизни а с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии